Всем привет, ребята! Это снова вы, это снова я. Приехал я на дачу, ну и решил, пока сейчас с утра нету сильного лёта, решил заняться некоторыми бытовыми вопросами, ну и заодно решил пройти по устью реки, вдоль реки. И хочу посмотреть, как расцвела лещина, и как ольха тоже распустила свои серёжки. Сейчас с вами посмотрим, потому что вчера было тепло, но ветрено сегодня более-менее нормально, обещает до плюс 16-17 градусов тепла. Пчела будет сегодня активно работать, думаю, пульсу будет нести, и мы с вами посмотрим. На улице погода просто офигительная, сейчас вам покажу всё. Так что сегодня, думаю, будет очень хорошее, интересное видео, так как я ещё буду, наверное, менять корпуса на пеноплексовые, чтобы лучше развитие шло с дерева. Ну и так сделаем осмотр и ревизию. Итак, поехали. Вот такая, ребята, погода, солнышко, красота. Вот сейчас впереди меня лещина. Сейчас я вам покажу. Сегодня, думаю, нормально будет. Ну, смотрю, она уже распустилась, и, наверное, с неё уже брали пыльцу пчёлы. Она уже отошла даже, можно сказать. С неё уже вот сыпятся уже котики вот эти. Ну, сейчас верба скоро отсветёт. В принципе, где в низине, она ещё не отошла. Так, вот, она уже вся отошла, можно сказать. А я потому что до этого смотрел на днях, они брали где-то. Вот, скорее всего, возможно, что-то они брали. Ну, такие вот дела. Надо будет себе вот уже орешник выкопать и посадить, чтобы контролировать на пасеке. По пыльце будет очень удобно. Ну, красота, конечно. Чтоб не быть голословным, сейчас взял мультиметр, покажу вам, какая температура. Вот, градусник такой. Он постоял минут 15-20. На улице вот в тенёчке. Сейчас он покажет, сколько градусов в тени постоит. А на солнце то более. Ну, где-то 19-20 градусов. Вот, прыгает счётчик. Это я хочу сказать, что в тени. А на солнце я его пробовал ставить, так все 25 показывают. Так что жара, реальная, летняя пора наступила. Можно сказать, такой скачок. Завтра обещают, где-то в таких же пределах будет температура. Вот. Ну, а потом неделя дождей будет. Плюс 10, плюс 13. Сейчас выключу, покажу вам на солнце, как будет. Вот я нуклеус. Буду тоже пересаживать в нуклеус. Ну, вон, на солнышке пару минуток побыл мультиметр. Сейчас мы посмотрим, сколько на солнце. Ну, что-то он даже чересчур много показывает. 27 градусов. Ну, пускай 25 будет. Это в идеале на солнце. Ну, так что, можно сказать, летняя у нас сейчас пора наступила. Вот такой скачок температуры. Так что, в принципе, погода радует. Сейчас мы сделаем ревизию. Можно сказать, у нас начало сезона началось. Даем старт. Не забываем ставить вот такой палец кверху. Вот, буду сегодня переселять вот эти пеноплексовые корпусы в семьи, потому что, чтобы они лучше развивались, стартанули нормально. Дал им сегодня пыльцу. Вот. Ну, и заодно проверю все семьи на расклад. Сегодня вот буду новые перчатки, кстати, одевать. Я вам буквально через секунду покажу обзорчик, как я сделаю эти перчатки самодельные. Думаю, вам этот лайфхак понравится. Ну, вот так, ребята, я сделал перчатки. Это в строительном магазине я купил. Вот. Кожа нормальная, мягкая. Вот. Это девятый размер. Я себе взяла как раз плотно рука облегает. Тут вот жена подшила мне аккуратно нитками. Вот старую рубашку я хорошую нашел. Клопчатую. Клопок. Вот. А тут вот скобами такими. Канцелярскими. Вы видите. Сделал кайму. Туда резиночку вставил. И вот. На рукавнике такие получились. Как говорится, дешево и сердито. И в два раза дешевле. В принципе, перчатки мне обошлись, чем покупать где-то стационарно в магазине. Человодческом или так где-нибудь в Алиэкспрессе заказать. Как говорят по-современному, возьмите на вооружение лайфхак. Вот. И если вам надо будет, можете вот такие перчаточки себе сделать. В принципе, они ничем не уступают заводскими. Вот такие вот дела. Сейчас буду работать. Вы заодно посмотрите. Я, конечно, отступил от темы. Лекс буду пересаживать семьи. Вот. Сегодня я вам показывал, что лещина уже отсвела. Через пару дней буквально начнет свисти верба. Их у нас тут около 20 видов. Есть и козья, и ветла всякая такая. Вот. Осина будет свисти. Первоцветы пошли. Уже мать-мачеха есть. Вот. Такая вот мать-мачеха. Уже первые цветочки. Вот. Сегодня плюс 8, плюс 9. Вот. Облачно. Завтра обещают до плюс 12. Там, ближе к выходным уже, воскресенье, будут уже до 16. Ну, посмотрим, может, пойдет первая пыльца. Мы увидим. Красота, природа. О, какая. В принципе, и пролезка скоро пролезет. Так что сезон начинается. Реально надо готовиться уже, как говорится, первым взятком весеннего. А для того, чтобы это все сделать, надо все потихоньку делать правильно. А вот сейчас мы пересадим и будем развивать семью для хорошего взятка весеннего. Потому что, если мы пересадим этих пчел в пеноплекс, они быстрее будут развиваться. Матка будет лучше, как говорится, вложить яйца к лавку. И будет бурно семья развиваться. Итак, не переключайтесь. Снять, ребятки, буду пересаживать. Семьи потихоньку. Все подряд не буду снимать. Буду выборочно, потому что работы много очень. Пару семей покажу, как переселяю. Если что-то интересное будет, покажу. Потому что, говорю, что работы очень много. Кстати, перчаточки одеть мои нульцовые. Плотненькие, хорошие, класс, новенькие. Удобно будет работать. Сезон отработают однозначно. Потому что старые те порвались. Убил я их за два сезона. Но эти вот, как раз по руке. Удобно работать тут. Эти клещи супер. Сейчас будем пересаживать сильно. Будем делать все оперативно. Половина пчелы в поле, можно сказать. Так что, тут ничего. Съемно. Вот так возьмем. Подмора чуть-чуть есть. Подмора я не чистил. Заходите, заходите. Так, сейчас будем пересаживать. Так, эта рамочка у нас тут с метком. Пчелы потиху выбирают. Даже на просплюсь. На край поставим. Корм тут тоже есть. Здесь все нормально. Так, рамочка не заходит. Так, следующая рамочка. Ого! Несет челка. Расходик тут есть. Все хорошо. Посмотрите, потихоньку идет. Так, следующая рамочка. Тоже есть яйцо. Маток кисеет. Свежий напрас. Ричинка есть однодневная. Значит, лапочка жива. Пускай семейка слабенькая, но она вытянется, по крайней мере, главному взятку. Так что нам париться сильно нечего. Кормовая рамочка. Пчелки выберут, потом будет сеять маточка. Так, тут тоже кормовая. Пчелы мало еще, потому что она летает. Кто пыльцу летает берез, кто еще что делает. Корм хватает. Корма хватает. В принципе, все нормально. Дамочки переставим. Пускай развивается. Сейчас я вздымлю пчелу, чтобы она перебралась. Всё, всё, пересадил. Сейчас укроем ее. Вот и все. Вот, вот так поставлю. Начинается, всё хорошо. Ленечко, утепление. Сейчас, поэтапно, ребята, будем пересаживать сынги. Так, этот каркас я убиваю. Вот, позади буду ставить улей. И будем работать так, потому что по-другому лукат. Работы сейчас через недельку-полторы начнется, очень много работы будет. Потому что потихоньку будем готовиться уже к взяткам. Те семьи, которые покрепче, будут уже готовы к взятку. А которые послабее, будем наращивать силу. Так, у нас еще такое... Так, у нас... Сейчас посмотрим, как будет сидеться корпус на такое днище. Ну, в принципе, нормально. Попробуем поставить. Будет плохо, через недельку поменяем. Пока что так, оставим. Будем пересаживать. Рамочку, вот, красивую. С краю поставим. Так. Тут чё-то льдок убираю. Тоже медок. Тут тоже медок. Потихоньку будут убирать. Если не будут убирать, то на следующей неделе распущу. Тут тоже медок. Тут полная медная рамочка. А может, с этого края поставлю. Пускай будет. Так, буду глядеть. Так, тут расплодик у нас. На выходе. Есть и перга. Смотрю, молодую личинку не вижу пока что. Личинка есть молодая. Однодневная. Всё хорошо. А то я переживал, что матушки нету. Маточка сеет. Так, вот тут третья. Рамочка с расходом. И открытый расход, и закрытый. Закрытый. Так. Всё хорошо. Тут челки заливают. Рамочку потихонечку. Кормов. Кормов у них достаточно. Вот, свежую напраска не брали. Всё хорошо. Кормов хватает. Или у меня семейки похожи. Вот тут совсем метка мало. Крайнего не заливает. Кормов. Мёд. Мёд. Почти пол рамочки расплода есть. Так что, такими темпами, 9 мая, думаю, что семья будет полноценная. Пойдём. Пойдём сейчас смотреть другой улицу. Сейчас будем пересаживать семью другую. Ну, уже весна пришла. Уже, думаю, зимы не будет. Уже тепло. Она будет хорошая. Сейчас посмотрим, эта семейка совсем слабенькая. Сейчас глядим. Немного пчелы. Наверное, я там шестерамочник ей поставлю. Пчелы тут немного. Соберу пока. В сторонку поставлю. Шестерамочник. У меня шестерамочник есть. Сейчас поставлю. Забыл только вот вверх здесь сделать. Надо будет сейчас. Аккуратно сделать отверстие. Так. Тут пчелы немного. Пускай они развиваются. Шестерамочники. Так. Перчатки, наверное, одену, потому что начинают они злиться. Опа. Да и мне меньше геморроя будет. Главное, чтобы тут маточка была. Маточка есть. Сеет, расплотана. Это самое главное. Вот. Тут вот тоже лечиночки. Пирга тоже есть. Все хорошо будет. Назовеется эта семейка. Кормов тут достаточно. Кормов тут достаточно. А тут как раз, если что, пчелка будет сеять. И простор не так намного. Пускай развивается. Будем пересаживать следующие семейки. Пересажу, потому что семья добила этот улей. И тяжело будут рамки вытаскивать. Потому что сейчас я сделал корпуса с верхним фальцем из дерева. У меня верхняя обвязка из дерева с фальцем деревянным. Будет удобнее. Тем более, если есть возможность поменять, почему не поменять. Сейчас мы это сделаем. Сейчас мы возьмем улей. Тем более, он рассыпается уже потихоньку. Надо сделать все, чтобы было чики-брики. Вот так сделаю. Вязочка. Сейчас попробую отверстие больше сделать здесь. Чтобы пчела могла заходить. Если что, они будут заходить, я сделаю попозже леток. Так, потихоньку будем сейчас заселять делать. Так. Это у нас не шибкая рамка пивная. Сверхуя. Так, тут они всё-то пытались заливать. Так, тут чистенькая рамочка. Что-то расплодки. Не знаю. Виктор есть? Яйца не вижу пока что. Ага, вот рамочка с расходом. И маточка есть, всё, нечего переживать, всё хорошо. О, ребята, маточка ползает, чёрненькая. Всё отлично. Значит, надо рамку дать для засева ей. Вот это как раз ей подойдёт. Они чистили гнездо. Как раз можно будет под засевку ставить. Так, вот эта рамочка подойдёт под засевку. Так, это у нас надо рамки подбить. Большоватые. Во-выхлины смет指. все нормально семья будет потихоньку добиваться пускай это доедает герб и вот 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 Продолжение следует... Сейчас пересадим сюда тоже семейку, потому что в прошлый раз я ее пересаживал, там корпус после зимы был вообще убитый, ну а пеноплец будет все-таки давать свое развитие лучше. Сейчас заодно посмотрим как развитие у пчелы. Вот это самая крепкая у меня семья пока что. Сейчас будем смотреть что тут есть. Так, тут чуть-чуть заплесневела перба, мы будем выбирать, потом отшистят. Так. Не доктит пока в холодную сторону. Так, вот рамочка для засева хорошая. Надо ее поставить вот сюда. Правильно. Это я напомню медные с первой. Я напомню. Я напомню сюда. Так. Следующая рамочка у нас. Ух ты! Тяжелая, полномерная. Я напомню сюда поставлю. Это тоже. Так. Как раз вот личинка есть, расплод. Потихоньку. Матыш положила. Я ее вот сюда поставлю. Так. Это у нас ненамерная. Ненамерная. Вот так. Следующая, наверное, с расплодом будет. Раночка. Я заливала пчела. Так. Подмежу. Подмежу. Здесь уже расплод. Хорошая рамка вон. На выходе. Подмежу. Так. Так. Я в прошлый раз вырезал мед его. Получил почти по языку. Мета. И уже засеялась. Матышка. Так. Все нормально. Надо прополис счищать будет. Но все нормально. Ну, в принципе, все нормально. Матышка работает. Пчелы работают. Единственное, что перегнать пчелу надо будет с корпуса. И тут вот чая скопилась. Продолжение следует. Накрываю это все корпусом. Все, в принципе семьи так потихоньку будем переселять. Вот ребятки наступил уже вечер, пора ехать домой. Ой, ну что ребята вам сказать. Сегодня вы все сами видели. Сегодня был очень плодотворный и как говорится позитивный день. Погода сегодня была хорошая. Поработал я и на даче, поработал также на пасеке. Вот много решил своих вопросов. Переселил пчелы я в другие корпуса пеноплексовые. Вы видели сами. Погода сегодня была хорошая. Считайте почти как лето. Если вот такие окна будут еще на следующей неделе, ребята, как сегодня. То, в принципе, зацветет козья ива. Другие первоцветы пойдут. Пролеска, возможно. И тогда пчелы будут бурно развиваться. И, возможно, начнется первый взяток с ивовых. Личина, вы сами видели, уже цвела. Ольха тоже, можно сказать, уже выпустила свои сережки. Надо ждать теперь теплой погоды. Не за горами, как говорится. Май месяц пройдет буквально 2-3 недели. И уже, возможно, скоро пойдет рапс через месяц. Тут недалеко у нас поле. Но это вы увидите в будущем. В принципе, все возможные и нужные работы на пасеке я сделал. Теперь надо ждать стабильной, хорошей погоды. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Не забывайте нажимать на колокольчик оповещания. Внизу красная кнопочка подписка. Всем пока-пока. До новых встреч. Следите за новыми видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok